Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Февраль закончился, пустые баночки, снова две части. Первое сегодня, то что посмотрим, то что понравилось, этого, слава богу, больше, но то что не понравилось тоже есть, к сожалению, я тоже все покажу. Итак, ну давайте значит, с того что понравилось, как всегда, как же пустые баночки, да, пустые баночки видео без фаберлик, любимая для мытья посуды, я вам тут два видео подряд состряпала, да, с распаковками фаберлик, и в каждом вот эти средства для мытья посуды, я уже не знаю просто сколько банок я вам их показала, обожаю вот этот яблочный, уже просто сто лет в обед ему, самый-самый классный, девчонки, кто еще не пробовал, прям заклинаю, попробуйте, самое лучшее просто средство для мытья посуды, ever. Так, папа мне тут вкинул свою пустую баночку, это гель для бритья, охлаждающий, для нормальной кожи, это от бренда Baleam, я ему покупала в Калининграде ее, там потому что бренд представлен, это, соответственно, от немецкой сети DM, аптечная сеть, в Калининграде вот эти продукты представлены, да, в Москве, к сожалению, на Вайлдберсе что-то есть, но как бы очень скудный ассортимент, и ценник сильно выше, чем он на самом деле есть, вот, поэтому, собственно, вот гель, папа остался в полном восторге, он у меня не сильно любит пены, больше любит именно в формате геля средства, ему так пользоваться удобнее, вот, потому что бороду он не носит, только усы носит, и, соответственно, ему надо тут хорошо все это выбривать, очень ему понравилось, при том, что у него кожа достаточно чувствительная, ну, как бы к раздражению после бритья склонна, вот это ему очень понравилось, он говорит, за счет, ну, что, типа, вот, видимо, охлаждающий комплекс, да, написано, реально охлаждал, и реально было очень приятно и комфортно, поэтому, соответственно, если, хотя, что значит, если я надеюсь, когда я поеду в Калининград, я ему еще прикуплю, собственно, эту штуку, потому что ему, правда, зашло. Дальше, ну, это мой классический фаворит, это Нивея двухфаска, это мицеллярный шейк, который двойной, прозрачный с розовым, сейчас я взяла, не было просто, потому что этого у меня стоит еще голубой, и голубой мне не очень нравится, он жирнее, то есть мне как-то вот это ощущение жирности не очень, а вот это, это самый любимый, именно мицеллярный шейк, он самый-самый, он круто снимает все водостойкие продукты, все стойкие продукты, водостойкую тушь, потому что зима, как бы, да, и все такое, сейчас, тем более, у нас в феврале дождь со снегом постоянно идет в Москве, и, как бы, дурдом, вот, и вот эта штука хорошо водостойкая тушь и карандаш для глаз от Романовой смывает, потому что мицеллярка, к сожалению, карандаш от Романовой почему-то не берет, ну, вот, как-то так, вот это берет. Дальше, парфюмчик закончился, это Ифраше, серия Outer de Minutes, пытаться даже не буду читать по-французски, это у нас Ирис, чувственный сладкий аромат, в переводе на русский это означает в объятиях ночи, ладно. Изящный Ирис, да, я не знаю здесь по поводу нот, да, то есть, если что-то здесь кроме Ириса есть еще, да, я, соответственно, вставлю, да, картиночку, можно будет посмотреть. Очень мне понравился, соответственно, здесь 100 миликов было, вот такой здоровенный флакон, ну, кстати, красивый, очень такой, достаточно лаконичный, но классный, прям, Ирис, Ирис, но для меня, конечно, то есть, если вы не любите, в принципе, цветочные сильно такие ароматы, это только вот зима, ну, то есть, на холод, да, то есть, я как раз его и использовала, как раз, по сути, вот, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, и вот в феврале, собственно, я его добила, то есть, очень мне понравился, при том, что я не сильно фанат вот именно вот таких ароматов, но вот этот я покупала в ФРШ, в дисконте, так у них парфюм стоит сколько там, типа, 3,5 тысячи, да, плюс-минус, а этот конкретно аромат, он единственный стоял на скидке, я купила его за 300 рублей. Ну, как бы, грех было не взять, поэтому очень классный, дорогое, ну, то есть, тяжелое стекло, то есть, все сделано качественно, то есть, дорогой парфюм, вот, аромат реально классный, то есть, у них очень много, вот, в принципе, да, вот этих цветочек на этой серии. Мне когда-то очень нравился жасмин, я помню, ну, это еще, типа, универские года, вот, но вот это прям тоже классно-классно, очень понравился, почему-то, кстати, так и хранила в коробке, так он у меня, собственно, в пустыре банки и ушел в этой же коробке, поэтому рекомендую обратить внимание, классная серия. Дальше масочка для волос, это фитобомб, это мне Машунька в новогодней посылке присылала, это маска для волос, так вот она выглядит, ой, что-то, блин, много я оставила, хотела капельку, да, видишь, все стекло на крышечке, хотела просто вам текстуру показать, она, ну, как бы не течет, то есть, она прям густая, то есть, она насыщенная, питательная, и мне очень она зашла, единственное, я думаю, что, наверное, если волосы, именно сами волосы склонны очень к жирности, то есть, если вы часто моете, вот этим увлекаться не стоит, она будет, ну, вот это ощущение перепит, да, то есть, будут сосули просто, вот, у меня такой проблемы нету, как бы, поэтому я использовала, как бы, просто вот на регулярной основе, и мне очень понравилось, то есть, классные выглаженные волосы, увлажненные, то есть, не то, что это как-то прям супер-вау, что-то такое прям бомба, да, как они тут пишут, но это, учитывая, что какой это бюджет, то есть, это очень бюджетная марка, и, ну, реально, она просто круто работает, я думаю, что особенно, кто у меня блонд, да, то есть, на сильно сухую длину, вот это зайдет очень хорошо, и можно будет даже на, как бы, ну, на каждое мытье использовать, то есть, там, не, типа, не раз, там, да, в неделю, да, или сколько, а именно прям в каждое мытье, и будет очень отлично работать, как такой прям супер-супер такая увлажняющая маска, вот, претензий ноль, прям отличное средство, зашло. Ну, пара пачечек влажных салфеток, вот эти тоже были в посылке от Машуни, все для снятия макияжа, использовала, когда красилась, эти из подружки, соответственно, классные салфетки, глаза не щипят, все хорошо поснимают, подтирают, ну, можно и макияжами снять, да, если есть необходимость, там, в дороге, что-то такое, вот, то есть, отлично, бюджетно, понравилось. Дальше, спрей антисептик, ну, я антисептики обычно не показываю, потому что, если это аптека, ну, что там показывать, да, мы сейчас все ими заливаемся, да, по самые уши, эти просто, почему этот хотела показать, мне понравился, этот мне попался в старом боксе еще от Каукмана, это, из бокса я люблю себе до слез, с брендом Эволют, вот, и, ну, так, во-первых, это плоская, да, штука, такие штуки продаются плоские в подружке, то есть, очень прикольные, но, смысл в чем? То, что продается в подружке, оно прям, ну, то есть, спиртовое, прям, ну, жидкость, а здесь гель, то есть, тут и написано, что гель антибактериальный с наночастицами серебра для очищения рук без воды и защитный слой до 8 часов не сушит кожу, вот, да, он единственный, за счет того, что это гель, он немножко сложно, ну, тут, а, что-то даже осталось, сложновато, он выпшикивается, но он, во-первых, практически ничем не пахнет, то есть, кому надоела вот эта вот спиртовая, вот эта тема, отдушка, вам это зайдет, то есть, и, соответственно, не сушит руки, так что, очень хорошая штука мне прям зашла, и валют есть на Велберрис, я думаю, что можно посмотреть, просто, ну, будет, соответственно, без, ну, бренда, да, Кауфмана, и все, дальше, тканевая масочка, господи, с оливками, что-то с оливками, да, рецепты Молли, олива, отличная лекала была, мне очень понравилась, это будет хороший вариант для, именно перед макияжем куда-то, да, то есть, вот собраться, то есть, не на ночь, там прям, чтобы напитала, напитала, а так вот прям, лицо собрать, хоп, и макияж, и пошла, продаются в Литуале, вот, очень прикольные тканевые масочки, дальше, две полосочки у меня здесь закончились, это старый добрый пропеллер, тут что-то мне не попались в руки, ну, для носа, соответственно, и они даже работают, так же, как и раньше, то есть, прям, ну, реально бюджетная штука, иногда хочется такими побаловаться, так что, прям вот, ностальгия, ностальгия, прям понравилась, так, дальше мыльце с лавандой и фигом, ну, я упаковку положила, понятно, что мыло еще не закончилось, здесь, это вот классическое туалетное мыло, кто любит классику, то есть, но при этом, чтобы руки не сушило, потому что, если любите твердое, да, но вот, вот это вот ощущение постоянной сухости от него, вот это классно, и оно прям вот пахнет дорого, и не, ну, не туалетом, короче, я не знаю, как это правильно сказать, но, реально очень дорогие ароматы, конкретно вот в этой линейке, как она, отельер де сапон, да, видимо, вот, у фаберлика классная, то есть, у меня второе, соответственно, там лимонграсс, ну, как бы я не прошла, да, мимо лимонграсса с вербенной, а здесь у нас лаванда с инжиром, тоже очень интересный аромат, и вот прям, ну, просто вкусно пахнет, то есть, и не заезжено, поэтому, если хочется чего-то такого, да, но любите именно кусковой мыльце, вот это вам зайдет. Дальше, Ахава, это у нас минеральный крем для рук, малышечка из Адвента, Филуник была, отличный крем для рук, классный, увлажнял, можно перед выходом из дома, да, когда хочется прям быстро, что впиталось, можно в офис поставить себе, да, если с документами работаете, чтобы вот быстро впитывался, хорошо работает, то есть, если любите сам бренд, да, если, ну, по бюджету проходите, он не сильно дешевый, там, он, мне кажется, ну, это минька, 40 миликов в полноразмере, мне кажется, он стоит тысячи полторы, наверное, я не уверена, где-то так, вот, аромат интересный, тоже не заезженный, так же, как и с мылом, но вот оно, видимо, за счет того, что оно минеральное, вот это же израильский бренд, да, Ахава, и аромат немножко какой-то, может быть, грязи, да, вот что-то такое, то есть, на вот этих вот минералах Мертвого моря, они же все делают, и вот, вот эта отдушка, она как-то превалирует, но здесь, да, и написано, что вода в Мертвого моря, то есть, как бы, так и есть, вот, если есть возможность затестить, можно затестить, то есть, мне крем понравился, как бы, претензий не одной. Дальше, еще один кремушек, это даже не крем, это гель-крем, охлаждающий для рук, свербенный, это малышка от Локситан, в маленьком клатче у меня в дорожном была, отличная малышечка, единственное, эта штучка больше на лето, конечно, действительно охлаждает, я носила просто из-за формата, но она вот прям минька-минька, Локситан крем для рук, классные, обожаю, вот это вот будет отличный варик на лето, когда хочется увлажнения, охладились заодно, да, и пошли дальше, быстро все впиталось, то есть, в сумку как раз вот кинуть, то есть, конечно, прям на зиму на сухие убитые руки, но это нет, да, то есть, мы про это не говорим, а вот на лето в сумочку, вкладчик, милое дело, дальше, она уже немножко побитая жизнью, не сильно на ней видно, это минька от Glam Glow, увлажняющая, вот, у них голубая масочка, но она внутри не голубая, она сейчас, а, что-то даже осталось, просто хорошее увлажнение, базовое, я не скажу, что для меня вот конкретно вот эта маска от Glam Glow была какая-то вау, но я знаю, что вот эта голубая вау для сухой кожи, то есть, они, девочки у меня, кто сухокожики, вот, многие ее любят, и тоже отзывы очень хорошие именно от сухокожиков, вот, для меня отлично, то есть, просто, просто базовое увлажнение, просто с учетом цены Glam Glow, я бы, наверное, в полноразмерии не взяла, а вот у меня девчонки, кто уже пробовал, да, и на себе сухой кожей, им зашло, и брали полноразмеры, поэтому обращаем внимание, девчули. И последняя, да, в категории понравилась, единственная декоративка на сегодня, это у нас Guerlain, помадка, так, у нас оттенок 061, это помадки серии Rouge L'Evret, 061 оттенок, так, что-то тут, вот, вот, вот так, сейчас попробую что-то показать, так, ну, уже, да, уже все, то есть, классический, розовый, такой, бальзамненький, такой, да, вот, цвет, отлично, в сумку, в куртку кинули, на ходу, да, то есть, когда надо без зеркала, флакон, конечно, достаточно объемный, но он не тяжелый при этом, то есть, очень комфортный, ну, и смотрится, конечно, красиво, герлен, все, круто, вот, не скажу, что герлен мне понравился больше, чем диор, бальзамные помадки от диор, адик, которые мне нравятся больше, ну, я фанат диора, как бы, да, но это тоже имеет место быть, если вы любите более кремовые варианты, потому что диор, он больше такой, совсем бальзамный, а это именно все-таки помада, она более кремовая, то есть, любите кремовые текстуры, вам это 100% зайдет, на губах классно, увлажняет, ничего не сушит, хорошо выглядит на губах, соответственно, все выглаживает, то есть, можно вообще пальчиком подрастощить, да, и будет прям совсем такой полупрозрачный варик, очень здорово, понравилось, собственно, это все, да, все, что мне понравилось в феврале, вот, вторая часть у нас будет, соответственно, про провальчики, так скажем, тоже будет интересно, не так много, конечно, но все равно, кое-что покажу, все, заканчиваю болтать, надеюсь, было интересно и полезно, увидимся в следующих видео, пока-пока!